владимир день добрый да приветствую приветствовали зрители которые из города белгород сразу ставьте лайки где два лайка да всем привет всем привет друзьям хотел спросить во первых чтобы о себе рассказали я только вижу что вы один из наиболее популярных авторов на ресурсы smart lab постоянно покрываете там фундаментальный анализ подводить итоги полугодия но все-таки о себе как вы пришли на рынок и с чего начали очень банально но всем интересно да давайте расскажу еще раз всем привет меня зовут литвинов владимир я автор и создатель сообщества инвест тема telegram вконтакте наверное везде во всех сообществах где только можно есть мой блог я на рынке с 2013 года как и многие начинал с каких-то банальных вещей в виде пом счетов я никогда не торговал форекс всегда очень скептически к нему относился но к инвестированию я всегда очень был открыт так что с 2013 года начал потихоньку инвестировать и свой первый портфель я сформировал буквально 1 марта или 2 марта 2014 года то есть это был действительно портфель он был собран еще ничего не зная про рынок было достаточно мало информации в сети у нас в белгороде на по моему два брокера всего работала ну то есть очень мало люди не знали что это такое поэтому хотя это достаточно недавно было до 2014 год на я был купил буквально несколько акций по моему сбербанк роснефть норникель сформировал портфель это было второе второе марта второе марта четырнадцатого года на и буквально на следующий день я посмотрел новости о том что у нас крым теперь наш оказывается и у меня портфель очень очень сильно просил то есть за один день я не совсем понял что это такое вообще почему упало почему все упало на 10 20 процентов для меня это был некий такой на шок и весь четырнадцатый год у меня потребовался на то чтобы вот из этой просадки выйти в основном удержанием портфеля ну и весь дальнейший путь это четырнадцатый пятнадцатый шестнадцатый год я полноценно занимался ушел в трейдинг ушел в технический анализ потому что я понимал больших денег на инвестирование не заработаешь потому что сумма изначальных вложений была маленькая и ушел как говорится с головой то есть начиная все от паттернов price action торговал заканчивая волнами вульфа эллиота в общем огромное количество перебрал стратегий но вот тот портфель который я сформировал изначально я его потихоньку ребаланс дел я понимал что именно инвестиция именно портфельная долгосрочная инвестиция меня привлекает больше всего и дает мне ну некое спокойствие что ли потому что все таки трейдинг такой активный я уходил частично и в интродей когда мы стоял монитор несколько мониторов и сзади все было в листочках это все пройдено пройденный этап из 2016 18-17 года я начал изучать фундаментальный анализ я начал изучать компании цифры благо тоже работал все это время в финансовой сфере в сфере страхования и управления бизнесом и поэтому немножко так это для меня было на не в новинку эти данные не хотя бы были понятны поэтому весь вот этот период я изучал именно занимался фундаментальным анализом ушел наверное больше на в разбор отчетов и была очень большая потребность у тех подписчиков я изначально прям по моему с 16 года на smart lab этом 17 начал все публиковать 1 на smart lab и благо вот в топ авторов попал благополучно но из-за чего потому что я и на ежедневной основе разбираю отчеты компании то есть мне мне интересуют отчеты мсфо по российскому рынку и отчеты га по американскому рынку я это изучаю я изучаю динамику но об этом я думаю попозже поговорим то есть вот фундаментал бизнес компания это для меня наверное является первостепенным это то что мне приносит удовольствие и то что мне приносит дополнительный профит то есть я пытаюсь разобраться именно в бизнесе компании ну а блоги наверное такой небольшой экскурс вообще почему я блоги начал свои вести на дело в том что огромное количество в сети таких как я их называю ракетчиков армагеддончиков которые пишут очень много и это все эмоционально и это меня все всю мою деятельность сбивала с толку поэтому я решил полностью уйти от аналитики я перестал читать аналитику уже с семнадцатого года я практически не читаю аналитические статьи других авторов но может быть какие-то крупные ресерчи и там инвест компаний фондов брокеров иногда просматривают на и поэтому возникла необходимость на ежедневной основе разбирать отчеты чем я и занимаюсь по сей день наверное с девятнадцатого года everyday content то есть каждый день у меня в блоге выходит статья в том числе на смарт-лабе в пульсе и так далее поэтому такой путь хорошо а чё блогерам быть неплохо что заходишь в магазин кто-нибудь типа плечу тук 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 привет андрюха я тебя читаю неплохо неплохо сразу приятно как-то стало что что не получил по фейсу а вдруг вдруг он бык а я медведь условно говоря условно сегодня допустим сказал что тот нефть упал а может он в тот нефть а может и получить да теперь следующий вопрос на чем основывать стратегии инвестирования ваше эти часы как вот считается что благодаря накачки денежных центробанками всякие фундаментальные вещи работают слабо да то есть накачали исказили особенно в америке я имею ввиду исказили все да смотрим посмотрите на акции amazon да вот я примеру сегодня только смотрел да ну тут же ну да у нас тут далеко ходить не надо те же металлурги наши которые благодаря ценам на сталь на все остальное просто взлетели дело одно дело когда благодаря цены на сталь а другу дело когда вы прибыли годами и видите еще с корня ведь это уже разная история но здесь здесь 2021 год я всегда говорю сейчас очень я не так давно на рынке там всего лишь с тринадцатого года но я застал эпоху когда мы торговали там кто-то по техническому анализу кто-то по фундаментальному все это было долго то есть для того чтобы получить отчет тебе нужно было там покопаться для того чтобы тех анализ изучите нужно было самому его провести сейчас настолько быстрая инвестиции в ну о чем мы разговор в 2013 году я еле открыл брокерский счет потому что меня мне не могли в белгороде нормально проконсультировать как это сделать да сейчас на завтра смарт-лап теле 3 у вас четыре счета я подумал где 4 там и 5 почему нет универ капитала это очень странно сделаем сделала у нас компания слова облигациями на облигациями занимаетесь основном все силы брошен на облигации но это так это все шутка значит еще разочек вопрос на чем основана ваша стратегия инвестирования значит свою стратегию я опять же немножко затронула в самом начале это постоянное отслеживание бизнесов компании то есть я я не совершаю покупку до того как полностью не изучу компанию ну у меня изучение компании заканчивается статьей там с выводами то есть я изучаю чем занимается компания какова ее выручка какова структура и и выручки очень большое влияние на стратегию и на принятие решения оказывает именно отслеживание динамики финансовых показателей я только прошу это русские компании это нет это все компании я там тысячи двадцатого года полноценно подключил американский рынок и в своей стратегии и в так скажем в блоге но на американских компаний сколько там 2000 по моему ликвидных просто физически не хватает времени если технический аналитик может быстро их пролистать то мне разобраться это нужно потратить достаточно большое время поэтому я изучаю компанию полностью чем она занимается опять же структура выручки география выручки за счет каких вещей эта компания может вырасти есть такая схема фундаментального анализа предложенная грэмом еще нужно изучать там с от общего к частному идти то есть я изучаю отрасль я иногда делаю сравнительный анализ нескольких представителей отрасли в том числе с изучаемой компанией я смотрю вообще насколько перспективно деятельность компании ну в угоду там в силу своих конечно же знаний дальше я перехожу уже к отчетам то есть для меня отчет например мсфо это вообще тот базис на котором я основываю вообще все свои выводы то есть я смотрю на динамику конечно же там за последние пять лет но в том числе я падаю на самый там крупный отчет например за полугодие изучая его как компания именно в данный период времени отчитывается конечно же погрешности не исключить почему потому что мы тоже основываемся на цифрах из прошлого как и технический анализ но все-таки некую модель построения будущих там скажем прогнозов это сделать возможно то есть компании которые сильные и которые я вижу отчет ежеквартально на ежеквартальной основе я вижу отчет я вижу как компания развивается вижу слабые стороны сильные стороны и я принимаю свое решение не так давно делал полные разборы компаний но это слишком много времени занимает они у меня заканчивались всегда свод анализом с вы ути анализ это наверное такой больше на очень субъективный эмпирический такой анализ но тем не менее там выделяются сильные стороны бизнеса слабые стороны бизнеса риски возможности это я тоже делал после него как раз у меня и возникало понимание компании куда она будет двигаться и подходит ли она мне в первую очередь поэтому как раз фундаментальный анализ это основа моей стратегии то чем я занимаюсь каждый день но вот у каждого додика своя методика я все подходы уважаю главное чтобы они бабки приносили но другой стороны согласитесь вы начали заниматься фундаменталом с штатского года по-моему да да вот рынок у нас сейчас глобально растущие чтобы протестировать ваши подходы нужны разные периоды в том числе и какой-нибудь среднесрочные понижательные тренды правильно ну я бы даже сказал тут еще хуже боковик наверно долгосрочный такой в годик а потому что понижательный тренд это окей потому что в своей стратегии использую достаточно большую долю кэша и валютного хеджира инструментов с валютным хеджированием то есть я более-менее от падения защищен особенно от резкого здесь мы можем стратегию подработать ее использовать докупок а вот как раз боковик такой долгосрочный боковик ну конечно его нужно испытать опять же я говорю многие говорят что до 2016 с 13 года это достаточно длительный срок но на самом деле нет на самом деле нет я думаю нужно застать не один кризис чтобы полностью сказать да вот теперь я готов там полностью там свои стратегии публиковать в массы на конечно у каждого своя стратегия опять же у каждого абсолютно я не своих блогах своих статьях я не даю сигналов я очень негативно к этому отношусь поэтому я скорее в этом плане больше аналитик поэтому каждый все равно свое решение примет и сделку совершит пока мы с вами разговариваем на тему инвестирования вот журналист не прислал пожалуйста напишите для нашего сайта 10 книг который не стоит читать инвестора не стоит читать инвестору даже не знаю никакой вот такой да мне кажется большое количество книг может вообще сбить человека с толку он большое количество курсов я знаю инвесторов трейдеров которые не могут остановиться которые покупают курсы уже по семь лет в рынке и каждый год они покупают по несколько курсов и изучают и просто каша в голове они не поймут чем заниматься то ли техническим анализом фундаментальным это очень опасная штука перебирать все что есть на свете от скальпинга потому что каждый раз ты учишься плата за учебу убытки учишься у эх это не и все время ты вроде в тренде вроде такой модный а денег нет да так и есть так и есть поэтому очень достаточно опасно тут низ не суть важно сколько вы стратегии изучили главное взять одну которая вам подходит и ее постоянно подрабатывать под себя тестировать усовершенствовать и так далее но вот вы подработали да какая у вас доходность у меня значит я свою стратегию инвестирования переписываю один раз в год то есть каждый год в начале года я полностью делаю исправление я беру стратегию подправляю какие-то вещи какие-то модули начиная от количества там планируемых эмитентов в портфеле расчет позиций на каждую акцию поэтому это все переделывается постоянно это такая стратегия она живая она меняется каждый год по поводу доходности у меня она достаточно скромная она составляет 29 процентов в год средняя но средняя с 2016 года в рублях да в рублях да в рублях совсем не скромно и если это скромно для современных ракетчиков нет но это вопрос можно стрельнуть только не только на следующий год ты удашь уже минус 100 но это будет уже за кадром понимаешь как вот говорят направил я человеком разговаривал гагарин ты не был первым там первые то погибли я не знаю правда неправда ну так это вот аналогия такая но она невозможно да вот на чем основан фундаментальный анализ ваш ну в принципе есть такое там классическая оценка да вообще цели фундаментального анализа это поиск перспективных компаний изучение их на каких-то фундаментальных показателей с целью получения дохода на в том числе там и изучение дивидендных политик и так далее я в принципе придерживаюсь это и это этого определения действительно фундаментальный анализ это как раз прогнозирование доходности в будущем именно прогнозирование не своей доходности по позиции по акции а именно доходности компании в том числе и выручки прибыли и так далее это в первую очередь прогнозирование основанная на цифрах на бизнесе и на тех базисах которые там можно заметить в у компании отдельно взятой поэтому на для меня фундаментальный анализ но наверное ну может быть такая банальная вещь но для меня фундаментальный анализ отвечает на вопрос что покупать они когда покупать поэтому когда кому ко мне приходит подписчик и спрашивает владимир а вот сейчас можно ли купить акции север стали но я у меня классический ответ игру конечно если вы у меня разрешение спрашиваете то конечно можно я вам разрешаю их покупать но по факту и фундаментальный анализ не ответит вам на вопрос стоит ли в данный момент времени с какого целевого уровня купить акции это конечно мы фундаментальном анализе не ну и не найдем а вот что покупать какая компания перспективная какая отрасль перспективная ну по моему скромному мнению это на эти вопросы фундаментальный анализ действительно может ответить а я знаете я вообще не не даю экспертную оценку кому-то я говорю поможет и патет девушка любимая на столе кому-то анализ фундаментальный какая разница где твоя опора главное если эта опора помогает выигрывать то нормально да так и есть как я и сказал тут то есть неважно какую вы стратегию выбрали главное вы ее возьмите за основу и подработайте под себя если удобно по техническому анализу сделки совершать то почему нет я настолько впитался техническим анализом что я до сих пор ну совершенно никак его не могу просто убрать из головы когда я вижу компанию когда я изучил ее и она мне подходит по фундаменталу я могу например по российским компаниям я огромное количество компаний знаю и уровне даже в голове держу но например по американской компании которую я не знаю для меня это просто ну набор тикеров да там на я беру компанию я ее начинаю изучать я не смотрю график я сначала изучаю компании я даже пишу статью и только потом начинаю смотреть целевые уровни на стадии выводов когда же можно более-менее купить здесь к сожалению никак я технического анализа не могу оттолкнуться в основном использую там уровни хотя бы примерно посмотреть где можно прикупить как разбить свою стратегию потому что она у меня включает несколько покупок всегда я никогда не покупаю сразу на там сто процентов позиции я всегда разбиваю на две-три покупки поэтому да тут вот суть именно в проработке своей стратегии постоянно значит каким инструментом пользуемся у меня в первую очередь у меня и как инструмент я использую отчет мсфо то есть именно для меня этот такая вещь как там операционный отчет отчет производственный отчет отчет мсфо или габ это для меня инструмент который у меня лежит файлик на рабочем столе я его открываю и начинаю его изучать собственно плюс ну если там к инструментам это фундаментального я даже сказал так аналитика да и можно отнести и различные скриннеры благо сейчас достаточно много как появилось сайтов которые позволяют нам одну быстро отследить какие-то вещи там например баланс посмотреть либо динамику там за последние пять семь десять лет это достаточно удобно поэтому скриннерами тоже на поле извините вот а вы не знаете world screener не пользуетесь он появил кстати да он появился и они ко мне приходили за рекламой и я не совсем его понял и если честно они мне его сбросили я зарегистрировался там очень классная такая карта на весь экран но я если честно не разобрался но я может быть на стадии еще бета-тестирование они мне сбрасывали может быть они что-то доработали для меня я просто поломал глаза об их скриннер и и все и больше не пользовался я просто нет вчера тоже прислали я хотел бы спросить стоит ли стоит ли вообще с этим связываться ну со стерва ну в плане рекламы или нет они продажи ни слова по рекламу нету и но описано если будет желание снять обзор по платформе использовать то обзор мы снимать точно не будем но если будет какая-то аналитическая выкладки почему нет если не поможет ну вот кстати да они про это тоже говорили и ну я просто не смог разобраться причем я откровенно пыталась то есть я смотрел я и пытался что можно применить а еда я думаю если я не понял то уж человек который там два-три года на рынке только пришел он от слова совсем не разберется поэтому как одним из инструментов скриннерами я пользуюсь то есть то что вот вы спрашиваете инструменты да можно отнести там мультипликаторы да но мультипликатор я например вручную не рассчитываю первоначально там 16 17 год я прям откровенно как положил как полагается фундаментальному аналитику брал данные высчитывал и беда и беда все считал на калькуляторе вручную сейчас я от этого ушел для меня скринеров да и даже бесплатных скринеров у нас он пожалуйста наш smart lab который там огромное количество компаний покрывает все эти данные есть поэтому мультипликаторы я тоже использую но но в 2021 году по многим компаниям особенно хайповым компаниям я не беру virgin галактик и теслу я беру именно какие-то сектора высокотехнологичные сектор сша какие-нибудь там производители лития которые там стреляют или солнечная энергетика до которая у них с п на е в 60 в 80 в этом плане мультипликаторами почти невозможно пользоваться поэтому ну вот основываюсь например понятно ну теперь и зала кричат давай подробности если какие-то идеи на второе полугодие уже считай заканчивается июль скоро да я как раз вот недавно подводил на такие некие промежуточные итоги первого полугодия смотрел на перспективные идеи второго полугодия достаточно большая статья получилось интересно для меня в том числе потому что я их все прямо выписал себе по многим компаниям у меня уже набрана позиция продолжаю удерживать на самом деле большим разочарованием для меня стал транспортный сектор почему потому что в 2021 год когда начался я очень большие на него планы у меня были что да действительно вот сейчас транспортный сектор начнет ведь нефтяники у нас отскочили все в нефти у нас заметилась некое послабление и вот сейчас начнут и другие сектора отстающие расти но к сожалению нет к сожалению вот как раз транспортный сектор для меня оказался разочарованием потому что мы видим сейчас и третью волну поэтому вот нас наверно ставить на него я не буду хотя global транс компанию я обожаю я ее изучал купил себе в портфель и как мне всегда спрашивают владимир а как покупать на росте ну вот так нравится компания и и купил внизу и прямо на росте потом постоянно докупаю классная компания один из немногих представителей которых который получил этом отскок но остальные вестра всех транспортников наверное в топку в том числе там нмтп двмп и прочих а вот что из перспективных отраслей это наверное я выделю все-таки золотодобытчиков потому что компании достаточно сильные они перегреты ну то есть тут спора нет и мультипликаторы уже кричат об этом и вообще все там достаточно сильно они раз предыдущий год 2020 девятнадцатый захватили поэтому я бы не назвал их прямо супер идеи которые можно там на дне купить но в том числе полиметал компания шикарная она мало того что вообще результаты деятельности и котировки компаний полностью отражает движение золото которая попадала в течение там нескольких месяцев я думаю что на мы в 2021 году еще увидим некий рост по этим компаниям но свое преимущество я свой голос отдаю в сторону полиметалла у него там еще есть органический рост компания еще и добывает у нас немножко серебра и даже на посматривает на палладий но к сожалению никак не может запустить свое месторождение новое хотя ну не знаю может быть это какие-то политические моменты норникель не дает на может быть это делать и так далее так что еще пандемия у нас продолжается третья волна как говорится накрыла бы наверное вот третьей волной и меня накрыла и благополучно все теперь полностью в строю но на две недели меня третья волна выбила из колеи когда она мило да вот буквально вот я третий или четвертый день полноценно в строю в работе до этого две недельки пришлось поваляться но у вас запахи ощущается ну вот сейчас восстановилась то наверное на 80 процентов но а было ноль ну то есть запах вкусов не было вообще я и так достаточно худой также и аппетита не было есть было невозможно ну и к слову мы раз затронули а еде давайте наверно пробежимся по ритейлу особенно по фуд ритейлу я считаю что как раз этот сектор это отрасль у нее еще есть потенциал и в 2021 году в том числе свой выбор я делаю в пользу x5 retail group пятерочки я всегда когда мне спрашивают владимир а что купить вот что же купить я говорю ну подойдите к окну откройте окно и посмотрите что купить вы прямо за окном скорее всего увидите одну-две вывески которые торгуются на бирже в том числе x5 retail group пятерочку нашу поэтому по компании я думаю что достаточно она перспективная и мы еще увидим по не росту вот у нас-то пятерочки разные бывают я захожу пятерочку клина у нас ближайшая и там объявление просим не ругаться что у нас мало товаров у нас проблемы с логистикой мы не виноваты и шпильных двери объявления я вам больше скажу мы проговариваем стратегии инвестирования это может быть тоже точно также стратегии почему это не может быть паттерном на продажу акций компании покупки например магнита у меня в области наоборот все пятерочки достаточно очень чистые с много товара магнита это не очень ценятся поэтому вот это сейчас но смотрю сейчас был магнит на ленинградке между клином и слышно горском сегодня с утра слушайте там такой магнит наверное магнит разные бывают очень очень чистый наверно сейчас они рабочие разные ну по магниту здесь тоже в принципе можно выстраивать какую-то стратегию на покупка особенно в свете их сейчас объединение с дикси но там сразу же как у нас традиционно бывает да как по металлургам цены на сталь растут а давай-ка мы пошли на влупим так и здесь с дикси объединяемся на самом деле хорошая инициатива эти две компании в синергии ну вот синергию могли хорошую дать и тут же нам палки в колеса фас вставляет о том что на там где большое представительство магнита там более 30 процентов в регионе там объединять сети нельзя ну ну что это такое поэтому вот можно было посматривать и в сторону магнита после этой сделки но я и снова нет и снова я возвращаюсь к пятерочке так но мы уже дали две идеи да ну можем более металл поле металл да потом посмотреть пятерочку вокруг что еще третий вокруг пятерочка ну а я ретесь вот как у него еду мтс куда пойдешь везде мтс 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 и мальчик такой вежливый был и просто у прямо учете продавец усиси пусть и так и есть так и есть но наверное мтс это такая квази облигация тоже торгую мтс причем именно ключевое слово торгуем т.с. я обычно выжидаю тайминги там за полгода за пять за четыре месяца до дивидендов до объявления дивидендов я начинаю потихоньку набирать позицию потому что ну квази облигация у нас к сожалению мтс дает нам не так много профита в плане роста капитализации но достаточно высокие дивиденды поэтому я вот обычно люблю прокатиться на ожиданиях этих дивидендов и перед дивидендной отсечкой я скидываю акции потом не хочу я дивидендный гэп закрывать с ними поэтому до мтс наверное на каждом углу но я здесь опять же свой выбор но это не тот сектор который на 2021 год но если уж мы там уходим в телекомы то я свое предпочтение отдаю ростелекому с синергетическим объединением стиле 2 и там и мобильный сегмент и здорово прирастает и вот мы с вами разговариваем по скайпу у нас какой бы провайдер не был но основной провайдер про провода че провода соединяются с международным интернетом это обслуживается ростелекомом поэтому эта компания не может не вызывать какую-то не некий такой трепет в плане покупок ну у меня есть ростелеком очень хорошим плюсом и очень давно еще там семнадцатого года его держу и продавать вообще не собираюсь но наверное это супер классическая и долгосрочная идея поэтому стоит подождать а что еще может порасти в 2021 году так это наш сельхозсектор но это круто да звучит до сельхозсектора россии состоящие из сколько двух компаний из трех может быть но тем не менее свое предпочтение компании русагра здесь от того паттерна выглянуть за окно никуда не отделаешься потому что например в нашей области русагра невозможно выехать из города чтобы не попасть на вывеску русагра компания прирастает шикарными темпами двузначные темпы роста выручки прибыли даже при условии что есть некая проблема до сельхоз компаниями в виде переоценки там биологических активов изредка такое бывает и мы видим отчет и сразу по отчету удар то есть для неподготовленных инвесторов инвестор видит ага убыток мы получили но там например просто биологические активы переоценены поэтому ну забивать вам голову не буду я просто скажу то что русагра русагра шикарная идея которую я тоже очень долгосрочно удерживаю ценник там планирую в полторы тысячи но наверное конечно же не в этом году мы тысячу превысили и будем расти дальше тем более сейчас еще вот это ожидание роста капитализации немножко подслачивается дивидендами дивиденды там вышли на восемь процентов ну почему нет отлично отличная идея но все остальные сектора пока на 2021 год думаю будут охлаждаться понятно расскажите просто какие у вас ресурсы есть где вы кроме смарт-лаба потому что люди будут меня спрашивать на какие-то вопросы будут на просьбе как от тебя отвечать на вопросы по возможности то есть где вас можно видеть читать кроме смарт-лаба ну собственно в первую очередь меня можно читать в телеграм потому что это основной мой блог благо там уже набралось больше двадцати восьми тысяч подписчиков достаточно много прирастаем там хорошими темпами если у вас подписчикам вам сам бог велел это видео разместить сам бог велел так естественно естественно в телеграме да и вообще на всех ресурсах мы разместим поэтому да действительно телеграм очень большой блок развиваемся там и личная связь я ну наверное у меня такой пунктик он не очень хороший для крупного блогера я отвечаю на все вопросы и вот мне сыпется в вопрос и я потом все же сижу ночами разгребаю ну вот не могу я оставить вопрос без ответа поэтому да всегда можно там связаться плюс кому удобно в пульсе тоже там удалось заскочить в топ пульса достаточно отчасти проблемная площадка потому что огромное количество там есть таких спекулянтов ничем не обоснованных неподтвержденных которые пишут рис прорисовывают некий квирджин галактик некие ракеты и мотивирует людей на покупке это очень плохо но тем не менее я точно там точно также там размещаю свои статьи ну и контакт конечно же моя группа есть то есть по инвест тема наверное по запросу инвест тема в google или в яндекс всегда попадете на меня владимир большое спасибо за интересное интервью а слушатели прошу традиционная просьба делиться в социальных сетях особенно те кто является поклонниками анализа фундаментального потому что без того как вы поделитесь социальных сетях не будет продвижение этого видео так да спасибо большое спасибо что пригласили до до свидания